Шалом, православные! С вами снова ваш любимый Евгений Вольнов, и сегодня у нас с вами будет очень серьезный разговор. К сожалению, мое предыдущее видео не возымело достаточного эффекта, и даже военные эксперты, типа Руслана Левиева, не все поняли и продолжают обвинять ВСУ в военных преступлениях. Ну что ж, в таком случае я вам сейчас все подробнейшим образом объясню, и вы все поймете. Для начала давайте все-таки разберемся с понятиями, кто такой военный, а кто такой военно-пленный. А то я гляжу, у нас тут с этим есть небольшие проблемы. Итак, если вы внимательно присмотритесь к изображению, то вы поймете, что военного можно отличить по характерным таким чертам, как вооружение, у них у всех есть оружие, у некоторых из них есть каска, а также бронежилеты. То есть, схематически можно изобразить военного как вооруженного человека. Как видите, у него есть оружие, калашников, видите, да? У него есть бронежилет и каска. Пока человек находится при вот этих вот специфических параметрах, он не может быть военно-пленным. То есть, как только у него забрали оружие, как только с него сняли каску, как только с него сняли бронежилет, он наконец-то, можно кепку надеть, он наконец-то начинает быть похожим на кого? Правильно, на военно-пленного. Только военно-пленному еще при этом завязывают глаза, чтобы в процессе транспортировки в место, где его будут содержать, он не смог снять какую-то информацию, ну или увидеть, я имею в виду, снять в плане, поглотить какую-то информацию, которую ему уши еще заматывают, то есть вы увидите сейчас. Чтобы он потом никому ничего не рассказал. Связанные руки, связанные глаза, полное отсутствие оружия и обмундирование, ну в смысле военной экипировки. Правильно? Правильно. Если вы вдруг не согласны с вот этими моими утверждениями, то давайте посмотрим на изображение реальных пленных, которые в плен, собственно, попадают, и мы видели не раз такие видео. Обратите внимание, у них завязаны глаза, у них завязаны руки. И не только у них. Смотрите, если сюда еще посмотреть, тоже завязанные руки, ну наверняка завязанные глаза. Здесь тоже у всех завязаны глаза, завязаны руки. У них ни у кого нету оружия, да? Правильно? Ни бронежилетов, ни касок, ни стволов каких-то. То есть эти люди были проперли, приняты в плен. То есть вот то, что вы видите на этом изображении, это люди уже принятые в плен. Да? То есть мы сейчас с вами поняли, что чувак, у которого есть оружие, каска, бронежилет, так, я позволил снять, это военный. То есть слева у нас военный, справа у нас военно-пленный. Надеюсь, с этим мы разобрались. Давайте посмотрим на кадр из видео, которые Навальный, Львив и все остальные используют как повод предъявлять украинским военным за военные преступления. Итак, что же мы здесь видим? Мы видим человека в военной форме, в каске, в бронежилете. В его руках нет оружия. Но готов ли ты, Руслан, поставить свою резиновую попку на то, что у него в кармане, под бронежилетом, в том месте, куда они ложатся, где-то не припрятано оружие? Нет, правильно? Они не были, на этом кадре, они все еще не обысканы. То есть они не являются военно-пленными. Это солдаты, военные, бойцы противоположной стороны, которые 15 минут назад пытались убить бойцов ВСУ. С этим мы разобрались. Так? Так. Теперь давайте разберемся с тем, что такое процедура пленения. Я здесь набросал небольшую схемку, чтобы вам было понятно. Конечно, да, она не идеальна, и может быть там масштаб не соблюден, но вы здесь все поймете. Итак, что в первую очередь должны... Кстати, вот эта красная машинка, которая там была. Что в первую очередь должны сделать военные, которые принимают кого-то в плен? Чтобы вы понимали, это достаточно сложная и рисковая процедура. Военный сам по себе, у него нету цели сохранить жизнь своему противнику. Наоборот, работа военного в уничтожении противника. Поэтому, когда происходит процедура пленения, она, во-первых, жестко регламентирована, четко расписана, и не следование этой процедуре приводит к негативным последствиям. Значит, для того, чтобы все прошло как нужно, определяется место, где будут первично собраны те, кто сдаются в плен. Я наголошу, Руслан, не пленные, а те, кто сдаются в плен. Ну, на нашей схеме они вот здесь, значит, вышли и ложатся. Причем еще насчет того, что они делают, мы это чуть-чуть позже обсудим. Так вот, значит, задача какая? Определить место, где они будут, значит, тусоваться. В данном случае это вот эта вот точка. Давай сделаем чуть-чуть прозрачнее. Вот это то самое пятно, которое контролировать должны наши военные. Ну, например, как, собственно, мы видели на видео, вот один военный, вот второй военный, а вот еще и автоматчик. Автоматчик, автоматчик, вот он, он является одним из самых главных участников схемы приема в плен. По одной простой причине. Когда ты принимаешь, причем, прошу заметить, нам известно, и на этом видео это известно, что количество бойцов вооруженных сил Украины меньше, чем количество тех, кого они принимают в плен. Именно для того, чтобы сохранить свои жизни, если это процедура, ну, жизни военных, я имею в виду, украинские, которые принимают в плен кацапчиков. Автоматчик, автоматчик, назовем его, значит, ну, вот в видео у нас есть видео, мы можем его видеть, да, видите, он лежит, значит, в том месте, где я на схеме нарисовал автоматчика, у него подключен магазин, он готов стрелять. Я не знаю его имени, поэтому мы назовем автоматчика Руслан, чтобы всем просто было понятно. Автоматчик Руслан, вот он у нас вот здесь вот находится, да, автоматчик Руслан очень четко контролирует вот эту вот точку, для того, чтобы если здесь что-то начало происходить, кто-то ослушался из них, кто-то начал доставать оружие, он мог сразу погасить, моментально погасить врагов, потому что никто не знает, может быть, это военная хитрость такая. Это, оказывается, очень даже частое решение, и то, что я в прошлом видео сказал про вероломство, да, в каких-то конвенциях там или бумажках это может быть записано, но оказывается, что на войне вот эта вот сдача в плен, якобы сдача в плен, а потом, ха-ха, мы вас наебали, это ходовой прием, и фраза на войне все средства хороши, она, ну, короче, это не просто фраза. Поэтому никто из бойцов в ВСУ не знает, что на уме у тех, кто сказал, что они хотят сдаваться. Значит, сама процедура следующая. Сначала несколько бойцов устанавливают это пятно. Потом говорят, выходи, выходи, выходи. Причем все это время они должны на них кричать, на тех, кто выходит, для того, чтобы подавить их волю. Типа, не двигаться, лежать! Если вы посмотрите другие видео, где это происходит, всегда именно так и есть. Это не потому, что все такие, знаешь, крымезные мужики, которые хотят кого-то, значит, напинать. Нет, это технология, это процедура, ты не можешь ее нарушать. После того, как зона, куда они должны выгружаться, определена, бойцы дают им приказ выходить, не двигаться. Значит, дают им инструкции, что нужно делать. После того, как все вышли, необходимо проверить укрытие, в котором они были до этого. После проверки укрытия, по одному этих чуваков, их по одному выдергивают из этого пятна. Выводят в сторонку, обыскивают, разоружают, снимают все, что нужно. С него там бронекаску. Связывают. И сажают куда-нибудь или передают дальше. Понятно, да? То есть, это процедура. Если вы посмотрите на видео, то вы поймете, на каком моменте сдача в плен, сдающиеся в плен, прервали процедуру сдачи в плен. Напоминаю, на этой схеме, на данный момент, нет ни одного военно-пленного. На этой схеме есть военные, которые держат под прицелом военных, которые находятся в позиции для стрельбы лежа. Это мы с вами, гражданские, можно сказать, что они просто легли на землю. Но на военном языке то, что мы видим, называется лечь в позицию для стрельбы, принять позицию для стрельбы лежа. Понятно, да? То есть, на данной схеме пленных нет. И, значит, в момент, когда вот этот вот появился, значит, еще один товарищ с оружием, да, вооруженным, и начал стрелять, процедура сдачи в плен закончилась. Начался бой. Автоматчик Руслан, напоминаем про Русланчика, да? Улыбнись, Русланчик. Автоматчик Руслан зажимает гашетку и гасит все, что есть в пятне приема этих чуваков в плен. Все, что там есть. Время не разбираться. Достает ли находящийся в позиции для стрельбы лежа боец оружие, гранату, либо что-то еще. Или не достает. Выскакивают ли с других сторон бойцы противника для того, чтобы, значит, это же засада, правильно? Для того, чтобы убить украинских вооруженных. Для этого тоже нет времени. Все, на что у тебя есть время, это мочить, значит, все, что движется перед тобой. В этом и сама идея процедуры. То есть, процедура принятия в плен создана для того, чтобы в случае, если какое-то суперумное подразделение врага решило применить военную хитрость и подпустить поближе врага, чтобы его военная хитрость не прокатила. И именно это мы видим на видео. Военная хитрость россиян, которые думали, что они сейчас сделают вид, что сдаются в плен, а потом выскочат и постреляют, не прокатила. К счастью, наши бойцы оказывались лучше подготовлены и нейтрализовали врага. Поэтому, когда кто-то, там, Руслан, еще кто-то пытается называть вот этих вот людей военнопленными, он совершенно не прав. Это бойцы, это солдаты, это военные, которые сделали вид, что сдаются в плен, а потом прервали эту процедуру. Никто не будет сначала стрелять в этого, а потом говорить, ой, слушай, у вас ничего нет. Руслан приводит видео с теми чуваками, где там они уже лежали на спине без брони, без касок, без оружия. А один, который был еще в броне, в каске, он начал использовать гранату. Его погасили, а этих не гасили. Ну так этих не гасили, потому что было видно, что они не представляют никакой опасности. А в данной конкретной ситуации я наглушаю, что у противника, который сдается в плен, у него численное превосходство. Когда у противника численное превосходство, у тебя нету желания пытаться в чем-то разбираться. У тебя есть желание спасти свою жизнь, выполнить свою миссию. Поэтому никакого военного преступления здесь нету. И в случае, если Руслан мне не верит, потому что я такой же цивил, как и он, можно обратиться к мнению военных экспертов. Давайте, без проблем. Вот израильский военный эксперт, офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в своем канале высказывает другую версию. На кадрах, пишет он, видно, что человек, одетый в форму российской армии и выходивший из дома последними, решил не бросать оружие, а открыл из него огонь в сторону бойцов ВСУ. В этой ситуации ответный огонь ВСУ более чем оправдан, так как никто не знает, у кого из сдававшихся есть при себе припрятанное оружие и гранаты. Казнью это не является. Открывший огонь оккупант сам же угробил свое отделение. Казнью это не является. Казнью это являлось, если бы они были связаны, стояли бы у стенки и в них бы так вот стреляли бы. Но этого же не было. Это просто боестолкновение. Бой. Руслан, это бой. Ты военный эксперт, это военные и у них произошел бой. Пленных здесь нет. Также хочется обратить внимание на то, что частенько там упоминается в комментариях, что Ой, а почему видны дырки только в головах? Больше нигде дырок не видно. Дорогие мои, а вы видели результаты вскрытия? У вас есть отчет судмедэксперта? Потому что если у вас нет этих данных, определить куда конкретно попал наш автоматчик Руслан Куда попал наш автоматчик Руслан? Невозможно. Не представляется возможным. Вы никак не сможете по этому хреновому видеоскоптера или откуда-то увидеть, значит, Где конкретно были попадания? Они, скорее всего, были там везде. То, что вам видно попадание только в ту часть, которая была не защищена. Интересно, почему. Может быть, потому что она была не защищена? Может быть, когда перед тобой лежит толпа в положении стрельбы лежа, А у них незащищенной частью является только башка? То стрелять ты будешь именно туда. Потому что в этот момент ты думаешь не о том, как защитить того, кто тебя только что обманул, А как защитить себя. Важно понимать, что сдающийся – это не сдавшийся. Понимаешь? Сдающийся – это все еще боец и военный. Он все еще опасен и может тебя убить. И хочет наверняка тебя убить. И, как мы видим из этого видео, пытается это сделать. Надеюсь, я все понятно объяснил. И под конец у меня есть три вопросика, которые хотелось бы задать. Два из них всем, в принципе, вам, но в том числе, в первую очередь, Руслан Левиеву, который безосновательно обвиняет украинских военных в совершении военных преступлений. Руслан, представь себе, у тебя отряд пять человек. Вы берете в плен трех человек. Происходит бой, вы берете в плен, например, трех врагов, которые только что пытались вас убить. У вас есть передышка, но у вас нету совершенно не людей для того, чтобы их запроцессить и отправить куда-то. У вас нету наручников, у вас нету ничего, чтобы их сдержать. Ну, кроме того, что вы можете держать их на прицеле. И тут начинается второй бой. Внимание, вопрос. Военный эксперт Руслан Левиев. Что ты, военный эксперт Руслан Левиев, будешь делать? Оставишь их у себя в тылу, чтобы они тебе расстреляли в спину? Либо ликвидируешь врага. Хорошо, может быть, это тебе не совсем понятно. Приведу лучший пример. Точно такая же группа. Точно такой же бой. Только против вас не просто бойцы, а еще и танк тусуется где-то. Вы берете в плен одного врага. Вам срочно нужно, чтобы он вам сказал, где находится танк, пока тот танк перезаряжается. Чтобы вы могли туда, например, по нему отработать гранатометом или минометом. Чем-то таким, чтобы можно было погасить танк, пока он перезаряжается. Внимание, вопрос, Руслан. Что ты будешь делать для того, чтобы прямо сейчас из врага получить максимально достоверную информацию? Вопрос не только к Руслану. Все вы, кто сейчас это видит, тоже напишите в комментариях, что бы вы сделали в этой конкретной ситуации. Ну и под конец такой вопрос, который наверняка не всем понравится. Но так как в комментариях эту тему зацепили, я не могу это пропустить. Для тех, кто все еще считает Навального и ФБК чем-то, какими-то хорошими ребятами. Я вам поясню, что есть такая штука, как KPI. Это такой способ измерения эффективности. Так вот, прошу вас в комментариях, особенно самых ярых Навальнят, напишите в комментариях, сколько за все время существования ФБК, например, давайте с Болотки возьмем. Да, вот Болотка это нормальный такой чекпоинт. Сколько всего денег было собрано Навальным, ФБК и всеми его там этими друзьями, и какие результаты. То есть давайте посчитаем, сколько российскому обществу в деньгах стоило те результаты, которые принес Навальный. Я просто не знаю, какие результаты он принес, к сожалению, но я надеюсь, вы мне в комментариях расскажете. Итак, вы считаете сумму с аккумулированных им средств и результаты. В сухом остатке. Вот предположим, завтра исчез полностью Навальный, исчезла ФБК, исчезли все его там эти, значит, подсосы, разбежавшиеся за границу. И вы смотрим на сухой остаток, вот за эти все годы его деятельности. Что конкретно Навальный принес и сколько это стоило? Все, всем спасибо. Значит, тем, кто все еще не понял, что происходит, скиньте этот ролик. Мне больше сказать нечего. Руслан, я жду, что ты все-таки включишь мозг и извинишься перед нами, перед украинскими военными, перед нами, как украинскими гражданами, за то, что ты обвиняешь в том, чего не было. Все, всем спасибо, всем пока.